Вместо маски солнечные очки, а оружием встал нож. Такой он налет по-рязански. Причем мужчина наверняка был уверен, что цель выбрана хорошая. Офис фирмы по выдаче микрокредитов в центре Рязани. Правда, куш с такой фирмой не то чтобы большой. Сколько денег похитили? Порядка двух тысяч. И цифра слегка завышена. На деле из кассы фирмы удалось похитить только 1900 рублей. После налета мужчина скрылся, а работницы обратились в полицию. По записям с камер наблюдения оперативники отследили путь налетчика. Оказалось, дорога привела его в питейное заведение. А местные работники вспомнили, что для этого посетителя вызывали такси. Проследив пути от хода злоумышленника, полицейские установили, что он может скрываться в поселке Искра Рязанского района. Также оперативники выяснили, что разыскиваемый нередко посещает один из магазинов поселка. Выставили рядом пункт скрытого наблюдения и когда мужчина вошел в торговый зал, задержали его. Налетчиком оказался 29-летний житель Забайкальского края. Он уже был неоднократно судим за грабежи. А до задержания находился в федеральном розыске по подозрению в совершении ограбления в Чите. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это разбой. Максимальный срок по этой статье 8 лет. Валерий Седов. Телекомпания. Город.